Продолжение следует... Часто мы забываем, часто, вернее, не так, часто организаторы здравоохранения забывают как быстологической службы. Это по-разному проявляется, не сегодня, я об этом буду говорить, а вспоминают обычно когда, когда случается какая-то беда. Когда случается какая-то беда, и помню столько, насколько велики последствия тех событий, которые связаны с той или иной червячайной ситуацией. Хорошо бы, чтобы эти червячайные ситуации было реже, но быть нужно к ним готовым. Они помнят об этом. Нет смысла говорить подробно о том, что же такое червячайная ситуация, но, тем не менее, хочу еще раз подчеркнуть. Вот именно, так сказать, острие этой червячайной ситуации заключается в том, что мы имеем всегда диспропорцию между потребностью потрадавших в эфирной медицинской помощи и возможностью ее обеспечения имеющимися силами и средствами в том или ином регионе, в том или ином лечебном учреждении. Не дай бог, в стране. Термические поражения отмечаются у 48% пострадавших в предыдущейных ситуациях. Еще раз эта цитата подчеркивает актуальность проблемы, которую мы сегодня кратко освещаем. Катастрофы связаны с ожогами. Причины их представлены на этом слайде. Что всегда характерно для ожогового травматизма во время червячайной ситуации? Массовость, тяжность повреждения и комбинированный характер. И вот я вам хочу напомнить события, которых люди старшего поколения, конечно же, помнят, и многие принимали участие в ликвидации медицинских последствий этой катастрофы. 1989 год, уже больше 25 лет прошло с тех пор, когда произошла одна из серьезных катастроф, связанных с пожарами. Я имею в виду события на перегоне Аша у Лутюляк, когда пострадало одномоментно 1370 человек, много детей. И в тот период времени стало особенно понятно необходимость создания специальной службы. Именно тогда, наверное, и зародилась, стала зарождаться вот эта служба, которая теперь называется Российский центр иммунационных катастроф, соответствующими своими территориальными представительствами во всех регионах нашей страны. Действительно, вот здесь вот на этом слайде представлено распределение больных по степени тяжести поражения. Вы видите, что большая часть пострадавших имела ожоги, площадь которых составляла более 20% поверхности тела. Тяжелейшие условия работы. Но взаимодействие хирургов, травматологов, анезиолог-трагематологов, которые работали в больницах, куда были для оказания, тогда еще говорили, квалифицированной медицинской помощи доставлены пациенты, пострадавшие во время этой страшной трагедии, позволило во многих случаях спасти пострадавших там, где, казалось бы, это сделать невозможно, тем более с учетом действительно такого тяжелого массового поражения. Это отмечали все, в том числе наши иностранные коллеги, которые участвовали в оказании помощи пострадавшим, как непосредственно в больницах Уфы, Челябинска, так и в ожоговых отделениях и центрах, куда на этап специализированного лечения были доставлены пострадавшие. Вот эти города, я еще раз привожу, так сказать, вот эту историю. Многие города теперь по-другому называются, но суть остается прежней. Специализированное лечение должно быть начато как можно раньше. Этот принцип сохраняется и сегодня. И, конечно, на сегодняшний день мы не раз уже сталкивались с различными тяжелыми событиями, с различными ситуациями. Это могут быть и аварии на транспорте, и, конечно, то, что связано с какими-то моментами, авиационными проблемами. Это, может быть, и теракты. Сегодня уже несколько слов об этом говорили. Ну и, конечно же, та самая храмая лошадь, о которой сегодня уже упоминали докладчики, в частности, Сергей Федорович Гончаров, когда впервые, так сказать, был опыт применения специальных аэромобильных модулей для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения, ведущие Москвы и Санкт-Петербурга, для оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. 238 человек пострадало одномоментно, 101 человек погибло в том месте, 137 пострадавших было доставлено в 8 больниц города Перми. Какая тяжесть травмы? Ожоги, очень серьезное ингаляционное поражение, 2-3 степень, отравление продуктами горения. И, конечно, в этой ситуации приходилось решать серьезную задачу, которая была определена не только необходимостью мероприятия сегодняшнего, завтрашнего дня, а определялась необходимостью определения тактики лечения, конечно, которая выскладывалась из того, что эти пациенты должны быть обеспечены в течение длительного времени специализированной высокотехнологичной помощи. И, конечно же, только впервые, где имеется одно ожоговое отделение, как в наших региональных центрах, в большинстве своем, конечно, таких возможностей невозможно было организовать. Именно поэтому было принято решение о эвакуации пострадавших в течение первых суток большинства. И эти пострадавшие были размещены в идущих ожоговых центрах нашей страны. И, соответственно, наверное, это, несмотря на вот эти такие очень серьезные, для неспециалистов, кажется, даже ужасающие цифры в плане летальности, как результат этой катастрофы, все-таки удалось спасти многих, которые бы не имели возможности обеспечения соответствующего всего процесса лечения и имели бы, конечно, гораздо более серьезную перспективу для спасения жизни. Сочетанные и комбинированные травмы. И тот, и другой вариант развития событий, предвещаясь в ситуациях, весьма и весьма для наших пациентов характерен. И, конечно, встает вопрос о том, куда должны поступать в этой ситуации больные, что являются доминирующие травмы. Это чрезвычайно важно для госпитализации и во многом помогает определить тактику лечения. Много говорили, и, естественно, эта тема остается всегда важной, медицинской сортировки при массовом поражении. И, конечно, когда речь идет о массовом поражении, самые главные признаки этой сортировки – это оказание помощи максимально большому числу пострадавших и сортировка пациентов по тяжести, основанной от тяжести состояния, по группам, основанной от тяжести состояния, возрасте, наличие ингаляционных травм, сочетание ожогов с другими видами травмы. Это, я говорю, как раз уже приближенно, так сказать, специфики ожоговой травмы при чрезвычайной ситуации. Первичная сортировка в многопрофильных ЛПУ, специализированная медицинская помощь в многопрофильных ЛПУ и при необходимости транспортировка для дальнейшего лечения в ожоговых центрах страны – это, наверное, три основные позиции, которые на сегодняшний день являются основой доктрины оказания помощи и пострадавшего от ожогов в чрезвычайной ситуации, когда мы говорим о массовой травме. И, к сожалению, вот эти ошибки, которые вы видите на экране, конечно, которые встречаются и в жизни, сохраняют тоже, так сказать, свою актуальность в плане того, чтобы о них лично разговаривали. Недооценка состояния больного, недооценка факта наличия травмы. Отсюда позднее начало или отсутствие адекватного лечения – вот что является проблемой, которая на сегодняшний день значительно может ухудшать качество оказания помощи пострадавших. И вот, посмотрите, вот эта статистика, так сказать, мирного времени – это не чрезвычайная ситуация. Это работа скорой помощи Москвы. Вот мы провели специально такой анализ, так сказать, анализируя документацию и факты при приеме пациентов по скорой помощи, которые поступают ежедневно в больницу имени Иноземцев, в ожоговый центр. И вот что мы выяснили. Какие проблемы. Площадь поражения определялась. В 31% случаев из 100 имеется возможным. Установлен диагноз ожоговый шок в 11% в том случае, в смысле, что он был у 100% пациентов. Пермолизационная травма не диагностирована в 35% случаев. Проводилась инфазионная терапия только у 44 из 100, которые в них нуждались. А безбольные, соответственно, повязки не выполнены никаких лечебных предприятий у 14% пострадавших. А вот какие ошибки мы отмечаем у пациентов, которые госпитализируются, как мы раньше говорили, для оказания квалифицированной медицинской помощи, а теперь говорят первичной госпитализированной медицинской помощи, в районные больницы, в городские больницы, в лечебные учреждения, где нет ожогов в отделении. Есть проблемы и ошибки и других, конечно, я не хочу, так сказать, в этом отношении быть, чтобы вы меня не оценили, так как человека такого небеспристрастного. Но хочу подчеркнуть, что число этих ошибок, конечно, значительно больше в лечебных учреждениях, где, к сожалению, наши коллеги, ну, недостаточно знают проблему оказания пациентов помощи пострадавшим от ожогов. И вот отсюда вот эти проблемы. Ошибки диагностики площади глубины поражения, недостаточный избудоченный объем инфазионной терапии, ну и все остальное вы тоже видите на экране. При прочих родных условиях, что необходимо, конечно, определяющим является своевременная и адекватная тяжесть травмы лечения в первую очередь после травмы, и, конечно же, раннее начало оказания необходимой специализированной медицинской помощи. Где такая помощь должна оказываться? Конечно, в отделениях ожоговых. Конечно, в ожоговых центрах, где имеется, так сказать, сосредоточие всех возможностей, которые отличаются от возможностей обычных хирургических отделений. Где имеются квалифицированные кадры, не только врачебные, но и в Сетвинске. Где имеется соответствующее оборудование, где уже разработаны алгоритмы, которые прошли подтверждение на опыте всех наших коллег, не только в России, но, соответственно, и на опыте зарубежных наших специалистов. 80 отделений существует в нашей стране, но кроме этого имеются еще профилированные койки, которые только называются профилированными койками, где лечатся больные с ожогами. На самом деле, они не имеют никаких возможностей, отличающих их от других хирургических отделений. А вот вы видите распределение ожоговых центров по федеральным округам Российской Федерации. Здесь тоже далеко не все в порядке. У нас еще остаются регионы, которым не нужно организовывать ожоговые отделения, которые не имеют эти ожоговые отделения, не имеют ожоговые центры, которые, в принципе, можно расценить, как такая структура, которая, в принципе, находится в постоянной готовности и имеет максимальный опыт в плане оказания помощи в средизвечественных ситуациях. Поэтому и возникает возможность и необходимость даже в своевременной транспортировке пациентов в другие клиники, в том числе ведущие клиники страны. Да, действительно, в ряде случаев, когда мы говорим о ожоговом травматизме, связанном с одномоментным поражением многих пострадавших, необходимо разгрузить третеральные ожоговые центры, чтобы обеспечить нормальное, адекватное лечение тем пациентам, которые там остаются, и тем, которые лечились там до того, как произошла беда. И второй момент – обеспечение возможности оказания специализированной медицинской помощи в ранние сроки тем пациентам, которые в них нуждаются и которыми не обладает даже ожоговое отделение региональное, потому что все-таки пока еще в большинстве своем ведущей клиник страны находится в приоритете в этом плане. Вот тогда и необходимы возможности, о которых сегодня говорил Сергей Федорович Гончаров в плане организации эвакуации пострадавших ведущей клиники страны. Ну, а процесс специализированного комплексного лечения, конечно же, это комплексный процесс. Конечно, он состоит из таких основных методов, направлений, которые связаны с проведением поликомпонентной терапии, использованием бактериальных методов лечения, применением современных препаратов, медикаментов, в том числе антибактериальных, противогрибковых, современных технологий мониторинга, возможности эндоскопической диагностики, эндоскопического лечения, что особенно важно при ингаляционной травме. Конечно же, очень важна адекватная респираторная поддержка, НИРО-5, как было в Перми, когда была хромая лошадь, аппараты, которые позволяют проводить искусственную вентиляцию легких в течение многих-многих дней и даже недель. Конечно, где имеются возможности экстракорпорального воздействия на кровь с применением современных методов фильтрации. Ну и, конечно, обеспечение местного лечения и консервативного, и хирургического. Ну вот один из примеров, связанных с оказанием помощи в таких червячейных ситуациях. Я специально намеренно, так сказать, сейчас вот не покажу, не показываю примеры травмы лошади, неоднократно мы это делали. Взрыв газа, баллона и пожар в кафе в Волгограде, 12-й год. 20 пострадавших, 10 пациентов переведены для дальнейшего лечения в ожоговые центры Москвы. Шесть из них доставлены в ожоговые центры Института хирургии им. Александра Васильевича Вишневского. Тоже по тем самым причинам, о которых мы говорили. Разгрузить территориальный ожоговый центр, дать возможность обеспечения лечения пациентов тем больных, которые больше всего нуждаются в этом. И вот для иллюстрации маленький пример больной, одной из тех, которые были доставлены в Москву. 55% поражения, 45% глубоких ожогов, термогляционный травм. Конечно, тяжелая больная, конечно, так сказать, многокомплексное лечение, включающее системное лечение, этапы хирургического лечения с применением современных раневых покрытий, использование флюоризирующих кроватей, гидротерапии, этапных некректомий и этапов пластического восстановления целостности кожного покрова. Соответственно, вот это вовремя организованное и проведенное, как раз и обеспечивает тот результат, который вы видите на этом слайде. Конечно, все это должно быть общим достоянием, я имею в виду те возможности, те подходы, та система, те возможности, которые мы определяем для достижения этого результата. Поэтому нашим сообществом разработаны вот на сегодняшний день такие клинические рекомендации, которые легли в основу рекомендации, которые были совместно подготовлены со специалистами Всероссийского центра медицины катастроф, связанные с оказанием помощи, медицинской помощи, пострадавшейся термической травмой в сердечных ситуациях. Считайте их, они опубликованы и на сайте Минздрава, и на сайте нашей ассоциации компустиологов России. И я должен сказать, что, конечно, вот большое значение имеет образовательная программа. В настоящий момент уже второй год существует такой образовательный научно-клинический центр экстренной медицины, который мы сделали совместно с департаментом трехленности города Москвы на базе больницы имени Иноземцева. Специальный цикл. Специальный цикл существует для врачей, и именно вот для отработки вопроса командного взаимодействия. На этом цикле, который называется Организация оказания медицинской помощи пострадавшего при сочетанной комбинированной травме, проходит обучение одновременно и нейрохирургии, и хирургии, и травматологи, и комбустеологи, и носеологи-ренематологи. И вот именно те проблемы, которые я сейчас кратко осветил, лежат в основе вот этих программ, по-моему, весьма и весьма полезных для того, чтобы можно было говорить о готовности, в смысле готовности специалистов для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. И, конечно, нам очень было приятно, когда несколько лет назад представители наших ведущих ожоговых центров были отмечены премии призвания. И я думаю, что, конечно же, наше взаимодействие с врачами всех специальностей во всех наших лечебных учреждениях лежит в основе наших побед. Поэтому я желаю, чтобы эти победы были. И самое главное, чтобы была готовность к оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях. И дай Бог, чтобы этих ситуаций-то было у нас все-таки поменьше. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей Анатольевич.